Создание школы лидеров – дело не одного месяца. С тех пор, как появилась идея, понемногу она начала обрастать новыми интересными задумками. Впоследствии вылилась полноценный проект. Его авторы – сами студенты, представители Координационного совета студенческого самоуправления Брестского государственного технического университета. А вот обучать мастерству, воспитывать лидерские качества в молодежи будут авторитетные спикеры, люди, чьи имена известны. Они успешны в своих областях, и их пример может стать показателем для будущего лидера. Интерес к первым занятиям со стороны студентов данного вуза и их живо откликнувшимся товарищам из педагогического, плюс учащиеся колледжи и такого успешного старта организаторы не ожидали. Но уже тогда поняли – работа предстоит кропотливая и серьезная, но самое главное – стимул есть. Каждое занятие – это отдельный спикер. Это человек, который приезжает, не обязательно он из Бреста. 28 числа к нам приедет рассказывать преподаватель из Литвы. 27-го у нас будет преподаватель из Минска. Так что довольно-таки тяжело со всеми согласовать, и вся эта программа, она же должна выглядеть красиво, последовательно. Здесь были подключены и люди, которые уже прорабатывают эти программы, которые работают в этом плане. Первое занятие носило ознакомительный характер. Ученики получали базовые знания. Но уже начиная со второго, ребятам была дана свобода. В рамках полученного задания им предлагалось проявить себя как в творческом плане, так и в интеллектуальном. Такие упражнения, по мнению организаторов, – эффективный способ для молодого человека раскрыть себя. Программа предусматривает целый цикл мероприятий, игры, беседы, увлекательные испытания и домашние задания. Все это им еще предстоит. Азарт приносит баллы за активность и качественное выполнение заданий. Попасть на занятия в школу лидеров могут студенты всех учебных заведений города. Школьники десятых и одиннадцатых классов, а также лицеисты. Успех проекта на начальной стадии развития уже дает курс на отличную перспективу. Сегодня у нас будет выступать психолог, который будет рассказывать, как побороть неуверенность в себе, как правильно себя презентовать. Следующее занятие у нас будет на командообразование, что очень важно для лидера – уметь разговаривать, уметь работать в команде. Профессиональных тренеров мы также привлекаем. Привлекаем преподавателей, привлекаем людей из бизнеса, те, которые уже давно работают в сфере какими-то руководителями или лидерами. Привлекаем ребят, которые в Минске проводят тренинги. Так что спектр наших спикеров очень большой. Я будущий математик, учитель математики. Тебе вот как пригодятся эти уроки? Ну, учитель – это как бы глава всего класса, он лидер, ведет за собой, учит детей. Это пригодится в любой специальности, я считаю, а не только в педагогической деятельности.